У руля должны оставаться лучшие. Это правило действует и в спорте. Президентом Федерации дзюдо России вновь выбрали Василия Анисимова, а тренером сборной остался лавроносный итальянец Эдсо Гамбо. О триумфе российских дзюдоистов на летней Олимпиаде в Лондоне до сих пор с восторгом говорят и в стране, и в мире. То, что мы все вместе делали, это создание нормального психологического климата в команде. Чтобы не было никаких распри. И, естественно, мы обеспечили всем необходимым для того, чтобы у спортсменов не было забот по поводу, где выступать, оборудования, спортивного. Так, в качестве места проведения одного из основных тренировочных сборов перед Олимпиадой был выбран региональный центр дзюдо в Кемерове. Поэтому наша областная столица причастна к лондонскому дзюдо-триумфу. На конференции, участниками которой стали 73 представителя региональных организаций Федерации дзюдо России, вспомнили и другие многочисленные победы. Со взрослых, молодежных, юниорских и юношеских турниров наши спортсмены привезли домой свыше тысячи медалей, из которых треть золотые. Правда, долго почивать на лаврах не стоит, решили новоизбранные члены президиума Федерации. Регулярные тренировки и никакой звездной болезни. Помимо соревнований, мы здесь остаемся еще и тренироваться. Сначала неделю с одной командой, потом две недели с другой. 50 человек будут в ближайшее время тренироваться в Кузбассе. Нам есть чем здесь заняться. Сегодня Кемерово не случайно в центре дзюдо событий. На наших спортсменов возлагают большие надежды. И условия для этого созданы. В здоровом теле здоровый дух. Данный вид спорта развивает и то, и другое. А значит, это достойный выбор для кузбасской молодежи, который еще предстоит доказать на мировом уровне, что Россия лучшая. Надежда Матюнина, Елена Мешкова, Сергей Юрин. Новости моего города.